День добрый! Сегодня 17 июля 2013 года и с нами Кулижников Василий Алексеевич. Добрый день! Василий Алексеевич у нас легенда. Из наших водителей, которые работают на Баванинку, он самый первый. Это старожил Баваненкова, очень уважаемый человек среди рабочих, среди вообще всех сотрудников. Профессионал высшего качества, высшие пробы, как это называть. А здесь площадку не собираются делать, да? Да. Или что? Не прошло ей 20 лет, давайте. А сейчас площадка маленькая. Музыка-то не мешает? Ну, лучше, наверное, будет вас слушать без музыки, да. Вот так хорошо. То есть вы приехали сюда в 2004 году, да? Да. Нет, так, в 2003 году на Ямал. Это хорошо, правда. В августе месяц. На базу заезжаем, нет? Да. Заезжаем. Да, там нужно расписаться ребятам. Заезжаем. Понял. Что будем ехать, потихоньку рассказывать, что, как. Еще три минуты осталось. То есть вы на Харсаве попали, да, сразу? Да, сразу. Вы откуда приехали? Изначально, что ли? Вообще, да. Ну, как вы сюда попали? Из Перми. Из Перми. Да, комсомольским отрядом еще в 79-м году. Ох, это в Овнадыме, наверное, медвежка, панга, да, все это ваше. Тут в геологии работал. Да. 21 год с лишним. То есть 70, ах-то вы уже здесь почти 40 лет. Нет, в 35-й год сейчас. Да. Ну, вот, наверное, вам и рассказывать здесь. Сейчас, конечно, комфортно, уютно все, да, за асфальтером. А как раньше вот? Ой, да раньше, как приходилось. Посягом было. Даже взять, что здесь вот работал, поначалу приехал, в бочке полтора года же не было ни туалета, ни воды, ничего абсолютно. Воду, вон, что-то буду таскать. Ну, вот сейчас молодежь приезжает, они ведь не поверят, что здесь. Да и никто и не верит. Ах-ха-ха-ха. Этой дороги не было тоже. Вот эта, которая сейчас бетонка. Ну, она совсем молодая, да, бетонка? Сколько лет? Да, может, лет. Все ходят. Тогда не было, ну, котельная, как стояла, эта общага тоже, как бы, стояла, она не полностью достроенная была. Тундра была. Гусей и моря были. А сейчас ничего, видишь, ничего нету. Вообще, все улетели. Пролетят сейчас, куда же они. В тундру улетели, там дальше будет. Ну, да. Ну, что, с Богом. Сейчас хоть смотреть есть, что на что посмотреть. Так вот, зимой тут ездишь, нечего. А сейчас хоть глазу есть, за что зацепиться. Сколько же здесь народу. Все, все предели. Мечта коммунизма, да. Все работы. Все кто-то чем-то занят. Продолжение следует... 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 Нет, кто бы что ни говорил, а Газпром здесь прет, да, вот строит. А существует, я считал, 60 на 25 километров, 60 в длину на 25 в ширину. Это почти больше Москвы, около по площади, фактически, Баваненко, как Москва. Только что там в Москве строят, точечную застройку, а здесь сразу на такой огромнейшей площади пахает Газпром. Там вдалеке у нас электростанция бурения. И нет. Буровички сидят. Будет наша. А то вот Кэйк дальше. Да, да, да. Да, Кэйк. А вот база бурения. База бурения. Здесь жил один человек. Один человек жил? Лёва. Лёва? Да. Мертошки заправлял. Ну вот сейчас это они уйдут на Крузенштерн или куда. Куда это всё бросят? Или что? Как это? Или заберут всё это с собой? Кто? Буровики. А я даже не знаю. А как его тут собрать? Может быть, через Крузенштерн? А тут же, как они говорили, будут три этапа бурить. Сначала одна губина, потом другая. А, может быть, да. Так что, надолго хватит еще речь? Тоже у них здесь немаленькое хозяйство. Да. Тут, наверное, самое большое хозяйство. Это, наверное, меняет какое-то название. Баваненково на озерах. Почти Венеция. А не... Венеция всё в... Всё в... Каналы только попрорвать сюда. Севера. Да. Чего тут до моря осталось? Сто мёрз. По прямой-то. Сто километров? Сто километров, да? Ну, это так. Я имею в виду по прямой-то. По прямой, да. А вон меньше? Сюда надо туристов возить. Смотри, какие места красивейшие. Вот. Чего как-то странно. С левой стороны, да, походу. Всё чистенько. А справа всё в снегу. Замёрзло. Не оттаяло ещё. Здесь залило. Да. Вот ты напругал вот тогда вот. Интересно, Сима. Да, я Сима. На левом машине лежал, на правом. Ха-ха-ха. Каташ, всю ночь ехали. Это ГПЛ, да. Всю 16. Всю ночь. И тогда как открыл дверь на махтовке, как пюм, дверь не кет туда. Оторвало сразу её, да. Это пургука? Когда пурга была, да? Да, когда пурга сильно была. 40 с лишним летом в секунду. Ну, вас тогда как-то даже не обязывали-то ездить в такую погоду. Вы сами, в общем-то? Да, я не знаю. Я не знаю, где это всё равно вывозить тебе. Ну, просто да, то, что вы из-за людей это всё. Я, наверное, не думал, что это получится. Так долго ехать? Нет, всё-таки я не знаю, как он в остальное, но всё-таки вот здесь, да, глядя, жива Россия, да, прёт. Ну, ещё Ванкор, может быть, да, там ещё говорят тоже что-то делается. А так, вот оно. Силы России. Живое бабло пойдёт для страны. Да? Ну, для всех. Я говорю, для страны. Для страны, правильно. Вот, мне интересно, откуда это не песок? Это они земснаряд пускают, да, сначала? Намывать. С одного озера. С одного, да? Ну, то есть земснарядом набирают. Да, это не песок, это ил. Ил? Да. Даже ил. Вот такой песок, может, его, конечно. Что это за речушечка, интересно? Хоть бы названия уж писали какие-то. Какая? Летом до нашей Ленове в пенсии всего становится. Всё равно водная артерия какая-никакая. Ручейок. Называть над именами. А может, или есть ли название? Может. Надо писать. Ручей Чугунова. Чугуновка. Леонида Семёновка. Чей. Под карьер, имею в виду. Да, да. Прошло года ещё. До сих пор он вытащил. Карьер у него есть, да? Номер или какой-то? Аплодисменты есть. КОНЕЦ. Аплодисменты. КОНЕЦ. 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 СЕРЛИА. КОНЕЦ. 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 И небеса розовые. У вас семья в надыме, да? Да. А что семья-то? Семья уже своими жизнями живет. Дети, взрослые уже, да? Да. Тоже где-то у нас в Газпроме работает? Нет. Старший работаю дома в Тюмени. Вы сам Тюменский? Я-то? Да. В Сперми. Да, то есть в Сперми. В Сперми. Ну вы говорите, дом... А, вот то есть сын живет, да? Да, сын, точно. Нет, ну вы сказали, в Тюмени... А здесь младший живет. Вот ты в Сперми, там, после учебы или как-то. Пока в Собольской путевке, говорю, что... Отряд имени 20-летия поднятия Целлира назывался. Да, даже такие были? Да. Ну ты чего там привезли нас? Оркестрами везде сопровождали. Со всей страны же отряды собирали. Как назывался? Я Своение Крайнего Севера и Западной Сибири. Вы платили тогда хорошо? Не знаю. То есть... Мне хватало. Молодые были? Да. Все же по-другому казалось, сейчас. Это счастье будет. Это больше деньги, деньги, деньги. А, Сан, ты с какого отца времени? Я... Вообще, меня отец сюда привез в 78-м или 77-м. Панга, значит. Ну, можно и так сказать. У меня отец же был. Полярная экспедиция глубокого бурения. Панга так же стоял? Да. Я когда-то на нее тоже работал. У нас после ЛАДИ-то. Ну, нет, мама там работала. Школу-то панг так не было. Меня вот по всем буровым таскали. Так что... Что такое, твою мать, уродив инструмент, я раньше узнал, чем буквы-букваря. Вот это наша гордость. Первый, не забывай, нет. КП-2. Красавец. Силище. Молодцы ребята там. Это Тарпиллеры, да? Вы понимали, как они? Да, тихо-то, да. Почему один человек там там? Все интересно. На одного водителя. Разве это удобно? Пациенту... Ну, один водитель там там. Как его? Сколько их надо? Ну, я не знаю. Как-то... Один управляется там, не то что там, допустим, класс, Урал. Его взблудены легче и проще. А когда ломается, тогда, да. Газовому промыслу номер 2 Ямальского газопромыслового управления приеду. А нам налево. Это вот подстанция управления Ямал Энергогаз. Что так из природы творится? Я говорю, раньше снегу было. В зимники были больше машины аж. А сейчас... Чуть что-то показалось, что они тут же протарены появились. Да, с природы удивительная вещь. Ну, мы улетали, да, 13-го снег выпал на дыме. Как это понимать? 12-го, 30 градусов мы отгуляли. День города, а 13-го, вот те, пожалуйста. Я даже встал, внимание не обращаю. Хожу. 6 часов утра, минут 15 седьмого. Что-то невозможно раз, вот, нифига там зима. Ну, мы не улетим, наверное, садимся. Это я к Дмитрию Анатольевичу Медведеву обращался по поводу зимнего. Только надо у нас не с юга на север, да, то есть не по долготе, а по широте время устанавливать. Часовые пояса. С юга на север, наоборот. Загорят в стране, крик, какой кризис, где он тут все, вон, все бахают, все, все что-то строят. Чего-то не строят сейчас, они, интересно, сейчас консалки наши. И уже тут целый город, да, фактически, городки у них разбросаны. Ну, да. По всему Баваненкову. По заразовойской дороге там карьеров много построят. Все строят, строят, устроят. Молодцы! Значит, наш век еще хватит. Наши дети могут прожить. Да, еще и дети. Дети отвести свободу. Интересно, на вот этих вот стритрейсинг устроить, да, на вот этих. На катон. Неудобно снимать, надо какой-то регистратор придумать какой-то. Неудобно держать. Стокализатор? Да. Наверное, надо от вашего имени, да, пожелать следующему поколению водителей держать вашу марку, да? Все-таки вы один из лучших наших водителей. Почему нет? Будем показывать им. Помните, смотрите, как у нас работал Алексеев в свое время. Вот бы водила рассказывать всему. Через 20-30 лет залезут на ютуб. Вот, вот это было. Я думал, что залезут. Залезут. Куда же они денутся? Хочется, на всяком случае, чтобы они помнили. Я вот сын-то смотрю, тоже сайт там смотрит постоянно один, как дороги другие, показывает взаги. Молодинка есть, местами, временами, дорогу на Бабадинку. Как-то там на Якутии ездят тоже. Это же не красивые слова-то. Мы действительно здесь, сейчас здесь люди, тысячи людей творят историю России. Новая уже Россия. Не СССР, не царская, а уже свою собственную, именно Российскую. Это же проект уже фактически российский, чисто российский. Да, задел там какой-то в Союзе сделан был, но в основном-то это сейчас все двинули. 2006 год же, да, фактически начал. Вторая фаза. Вторая жизнь, второе дыхание. По существу-то так разобраться, да? Все же, вот сколько мы едем, все куда-то едут. Никто же, без толку здесь не катается? Местные? Нет, вообще, любые. Здесь празднокатающихся-то нет, здесь все куда-то на работу едут. Пром-база ГП-2. Слева наш объект УЕЕК. ОС. Прямо электростанция. Прямо электростанция. Ну сейчас же действительно не расскажешь никому о том, что приехал, да, сразу тебе комфортное общежитие, пожалуйста, живи, а раньше же в поле выбросили тебя, вот как вас, да, в бочку, и давай, ну-ка, на благо Родины, сейчас приехал ты, удобненько, комфортненько, мухи не летают, не комарика, живи, работай, трудись. Это раньше вы приезжали там, в палатках, в бочках, сначала, нет, ну я вот Межевича вспоминаю, Николай Николаевич, дай бог ему всего по жизни, вообще люди приезжали сюда, черт не знает, в чистое поле, а сейчас, не, в этом плане, как раз на Баванах молодцы Газпром, на Дым Газпром молодцы сделали, Сначала построили общежитие, Общежитие еще было построено застойные годы. Вот я же говорю, что сначала поступили-то граммы, по-умному, не как у нас по традиции, а давай, романтика, с гитарой, главное гитару в руки дать было, и ну-ка, давайте, ребятки. Сначала построили соцкульбы. Ну, это, это уже не то грязь, не та, да? Это уже не грязь, это так. Вот пожарка у нас победнеется. Вот и наша родная электростанция, все-таки, вернушка, ГП-2 родная. Ну, снимать мы ее не будем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...